Друзья, здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить о словом мешалки, то есть о бесконечном беге мыслей в голове. Вопросы я получил давно, когда еще окошечко с вопросами висело на сайте, и все, кому не лень было, писали мне вопросы. Я получил 3000 вопросов. Ну вот одно из тех. Сейчас вопросы могут задавать только участники моего клуба, но, к сожалению, несмотря на то, что число участников увеличивается, спасибо вам, но вопросы задают мне мало, даже на открытые консультации не о чем говорить. Поэтому, если есть проблема, какая-то, хотите получить консультацию, пользуйтесь возможностью, вступайте быстренько в клуб. Значит, вопрос в том, что пишет мне Елена. Хотела задать вопрос, если не ответить. Мне 23 года, окончила школу, университет, работаю в творческой сфере, общаюсь каждый день с множеством новых людей. Ну, это реклама, смена, пиар, что-нибудь из этой серии. То есть, большая сфера общения, девушка с высшим образованием, то есть, голова у нее достаточно хорошо упакована различными знаниями. Недавно прочитала вашу книгу «Как понять, уроки жизни, стать ее любимцем». Ну, это книга «Как быть, когда сегодня так и хочется». Другое название. Поняла, что у меня, в принципе, есть такая проблема. Головей просто куча мыслей, каша, идет постоянный внутренний диалог, что меня напрягает, поэтому могу уйти с мыслями далеко и надолго. Ну, то есть, все время возникает, так сказать, разговаривая то с тем, то с тем. Кому-то что-то доказываю, что-то объясняю, не договорила, там догоняюсь, пытаюсь. Ну, в общем, как бы жизнь, голова живет своей жизнью, независимо от сознания. И кажется, что я скоро буду похож на людей, которые ходят и сами с собой разговаривают. Это пугает. Ну, Леночка, не пугайтесь, я думаю, что вам до этого еще далеко, лет 20 минимум. Каждый день я испытываю множество эмоций, мозг с этим не справляется, ночью разговариваю. Во сне было сотрясение мозга, поврежденное сон на артерии. А также замечаю, что и луна, чуть-чуть с открытыми глазами. Иногда мой вопрос, как справиться с этим недугом? Ну, вообще-то, в счет лунатизма я не знаю, это какое-то развеяние психики. Скорее всего, это способ проявления вашей личности, который вы в нормальном состоянии задавливаете. Ну, вы окончили университет, у вас, видимо, еще жесткие рамки поведения, вы ведетесь как приличный человек, воспитанный. А внутри вы не согласны не со всем, что происходит в вашей жизни, поэтому вы, собственно, на это так реагируете. Это способ вашего подсознания, вашей структуры личности, вот так реагировать. Что с этим делать? Ну, прежде всего, откуда берется вот этот бег мыслей, недоговоренность? Вы правильно сказали, я испытываю множество эмоций. Эмоции, если вы прочитаете следующую книжечку, которая называется «Открытое подсознание, как управлять собой и другими», или последующую начать жизнь заново, то там рассказывается, что эмоция – это наш способ реагирования на окружающую действительность. Если все хорошо, наши ожидания совпали с действительностью, то мы даем положительную реакцию. И мы ее тут же выражаем, нашу радость, наш смех, наше удовольствие мы тут же выражаем, проявляем. Если мы с чем-то не согласны, что-то у нас не получилось сделать, то мы испытываем то, что мы называем негативной реакцией, но только они двух типов бывают. Бывает реакция, когда вы возбуждаетесь и хотите доказать человеку что-то, но при этом понятно, что не всегда это получается, поэтому возбуждение остается в голове, и потом в голове у вас крутится эта энергия, мысль, и вы там все пытаетесь доказать, объяснить, настоять на своем, там быть правым, хочется всегда быть правым. Но если же вы понимаете, что ничего изменить нельзя, потому что ситуация такая, страна такая, еще что-то, строй такой, то тогда вы можете уйти в депрессивное состояние, все равно внутри бороться, объяснять свою правоту, перейдя в состояние обиды, меня не поняли, меня не услышали, или в состоянии какого-нибудь чувства вими, я не смогла, у меня не получилось, я плохая, начинаете уже есть поедом себя. Так живут большинство людей, и вот эти базары все задают вот эти самые задавленные эмоции, эмоциональные блоки, то, что у меня называется. То есть невыраженная эмоция, она потом продолжает жить своей жизнью, и продолжает создавать целый поток мыслей в голове, которым трудно управлять. По какому пути можно пойти? Есть два пути. Первый путь – это работа с этими самыми мыслями в голове, то есть со словом «Мешалка». Есть книга «Разумный мир. Как жить без лишних переживаний». Это продолжение книги «Как быть, когда все не так и хочется». И там приведены три блока приемов работы с словом «Мешалкой». Раньше я считал, что с ними нужно работать специально. Там, собственно, даны какие? Там прием вытеснений. Вытеснение сумбурных мыслей, например, периодическими правильными мыслями. Так работает молитва, так работает мантра. Можно просто счет какой-то. То есть все время будете бормотать 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 9, 7, 8, 5, 4, 3, 2, 1. То в голове у вас будет регулярный поток мыслей, и нерегулярного не будет. То есть просто голова будет занята. Голова – это узенькое пространство, маленькая комнатка наше сознание. И в нем может поместиться только одна мысль. Много не помещается. Поэтому, если вы загнали принудительно туда какую-то мантру, мани, подвихум, там все что угодно, или молитву. С молитвами нужна коровь, аккуратнее, потому что молитвами часто идут программы вашей ущербности. «Прости меня, Господи!» Еще что-нибудь. И тогда вы загружаете программу о том, что вы дефектная личность. Это лучше не нужно. Поэтому в этом плане буддистские мантры даже лучше. Ну, все что угодно можно повторить. Можно повторять аффирмации. «Я самая лучшая, самая красивая, самая талантливая, спокойная». Аффирмации. «Жизнь прекрасна, все хорошо». «Я самая лучшая, самая красивая, самая умная». «Жизнь прекрасна, у меня все хорошо». Вот если вы будете бормотать, то это пространство будет занято этими мыслями. И, соответственно, чуть больше туда не втиснется. И ваши эмоциональные блоки не смогут себя реализовать, потому что комнатенка, где мысль живет, она всего одна, и она уже занята вами. То есть можете этот прием использовать. Следующий раздел приемов – это концентрация на чем-нибудь. Концентрация на дыхании. Как вдох выходит, выходит, выходит. Как вдох выходит, выходит. Концентрация, ну, там уже специально требуется медитация, когда вы смотрите на огонь свечи или на точку на спине. Но это нужно специально время тратить на это дело. Хотя можно приучить. Голова наша быстро к навыкам привыкает. Если вы часов 15 помедитировали, сумели смотреть на точку на стене или на пламя свечи, при этом ни о чем не думать, то, наверное, у вас возникнет навык, когда вы говорите «я медитирую», и тут же включается тишина в голове. Но это сложный навык. Его нужно вырабатывать. Вряд ли у вас в вашей светлевой жизни будет на это время. Но можно просто на своем дыхании сосредоточиться. Вот. Это способ концентрации. Третий способ – это способ вытеснения, замены ваших сумбурных мыслей каким-то другим образом. Каким образом? Есть упражнение. Вы представляете, что у вас есть полотенце. Берете, протираете вашу голову, значит, просто полотенцем от мыслей. И там несколько минут она может быть спокойна. Есть упражнение. Например, вы заливаете голову какой-то вязкой жидкостью. Типа нефть или что-нибудь там. Залили, и все. И все мысли там завязли. И тишина. Потому что все завязли. Ну, потом забыли об этом, и опять они побежали. Вот. Или наблюдать. Организовать внешнего наблюдателя, который наблюдает все, что за головой происходит у вас. Если вы организуете внешний наблюдатель, так, о чем я сейчас думаю? Ну-ка, о чем я сейчас думаю? То все тут же разбегутся, потому что им стыдно, потому что они ничего содержательного не несут. Но этого внешнего наблюдателя опять нужно держать во внимании. Вот три блока приемов, пожалуйста. Это вытеснение, занять комнату какими-то целенаправленными мыслями, чем угодно. Только не вредными, хорошими какими-то мыслями. Или нейтральными, типа счета. Второе. Это переключить внимание на какую-то точку в теле. Можно на ладони, там пульс все время слушать. Можно дыхание слушать. Можно еще что-нибудь слушать. Можно в конце концов себя где-нибудь прижечь. И вы все время бессознательно будете, ну как, прижечь не огнем, а там как-нибудь каким-нибудь кремом намазать. И вы сразу переключитесь. Но они обычно эти кремы вонючие. Сильно эти. Юго-восточная Азия. Но в конце концов вы будете все время сосредоточены на этой точке. Но иголку себе засунуть я не рекомендую. Это не очень хорошо. Четкие. Вот для чего? Почему? Ну, люди используют четкие. На Востоке. Чтобы не было сумбура в голове, там один, два, три, четыре, пять, там вот 47 шариков. Просчитали, по кругу пошли. Вот все время с одной стороны пальцами вы как бы задействуете внимание, привлекая. Другой стороны счет. Считаете. То есть и голова, и тело заняты. И в итоге у вас нет головы всякого мусора. Голова остается более-менее чистой. Вот. И третий. Это использовать специальные приемы, чтобы убрать мысли из головы. Там мысли собака. Это гавка. Это вы берете из конуры из головы, выгоняете ее и закрываете ее. Собаку эту гавку еще смотришь, там некоторое время становится тишина. Потом следующая туда залезает. Вот. А более радикальный способ – это почиститься от переживаний. То есть убрать вот эти сам блоки, которые порождают ваше переживание. Вы же боретесь с кем-то, кому-то что-то доказывает, что это не получилось, и все это осталось у вас. Ну, для этого техники прощения. Можно просто дыхательную технику сделать. Минут на 15. Можно после, как бы, почистить накопленные вам 23 года, еще мало переживаний. Вы достаточно быстро можете всех убрать. А дальше не накапливать. А как не накапливать? Прошло какое-то у вас столкновение. Кому-то что-то доказывали, убеждали. Не получилось. Вышли, были возбуждены еще. Нужно снять это возбуждение. Ну, вот простой прием, я говорю. Это глазами 25 раз вправо-лево повели. Ну, 30 раз. Влево посмотрели вправо. Влево, вправо там. 25 лево, 25 право. Вы увидите, что вы моментально успокоитесь. Все, никакого эмоционального блока не осталось. Если вы вышли в возмущении, и вот идиот такой, так сказать, не слушает, я не могу доказать, то тут же вы включаете форму упрощения на него. С любого угла и благодарностью я прощаю этого человека, принимаю так, как он есть. Я прошу прощения у него за мои мысли, эмоции, поступки по отношению к нему. Я его прощаю, я прошу прощения, я прощаю, я прошу прощения. Раз здесь пробормотали, вы увидите, у вас все успокоится, все эмоциональный блок убрали. Возбуждение энергии, значит, и эта мысль ушла. То есть, подчищаете. Ну, вот можно глазами, можно с помощью формы прощения. Ну, у меня на сайте помощник по самотрансформации, там еще дается прием расширения, еще какой-то прием. Там много приемов дается, ну, я вам два самых простейших дала. Но нужно прошлое переживание почистить. Взря на вашу молодость, наверняка, какие-то были обиды, какие-то стрессы, какие-то измены, какие-то предательства. Все это живет в вас, и оно, как только возникает возможность, этот блок вылезает и начинает вас в голове обсуждать. Обсуждать воспоминания дает, и какие-то мысли дает. Нужно поработать с техникой прощения, с такой, с развернутой формой прощения. Пожалуйста, заходите на сайт помощник по самотрансформации. Наберите в Яндексе помощник по самотрансформации. Поведите на сайт, там есть инструкция, книжка «Четыре шага к новой реальности». Бесплатно почитайте, пожалуйста. И поработайте на первом шаге, и все будет замечательно. Вы будете в голове, будет тишина. Я достаточно часто работаю с техникой прощения, хотя сейчас реже, чем нужно бы. Поэтому в голове почти нет никаких случайных мыслей. А если получается, я его отлавливаю, я быстренько с ней прорабатываю, убираю блок, поработаю с техникой прощения на этого человека. Либо, значит, вот глазками туда-сюда повел, и все забыл, и все ушло, переживание ушло. Вот примерно такие советы. То есть получить, не доходить до ситуации, когда вы ходите вслух, разговариваете, люди от вас сторонятся, достаточно легко, важно вовремя спохватиться. Это примерно как холестерин в крови. Можно ждать, пока он отложится у вас на сосудах, и потом вы будете бегать, пить таблетки. А можно прямо сейчас, начиная ваши 20 лет, регулировать свой процесс питания к тому, что когда вам будет 40 или 60 лет, у вас холестерина никакого не будет, организм будет здоровенький, потому что вы уменьшили количество продуктов, которые, может быть, вкусные, но обладают этим самым холестерином и так далее. Не нужно загаживать тело эмоциональной грязью. Вот общая рекомендация приемов для этого моря, а не изложена моя книжка. Пожалуйста, пользуйтесь. Я думаю, что в голове у вас все будет отлично. Будут только нужные вам мысли, обсуждения, проекты, планы. А то, что не нужно, оно будет самоотпадать, потому что тело у вас достаточно чистое. Я думаю, все будет отлично. Успехов вам на этом пути.